Друзья, приветствую всех вас. Моих любимых России и Украине уже начался учебный год и я поздравляю все семьи школьников и всех педагогов с его началом. Пусть этот год будет легким и интересным. Ни для кого не секрет, что труд педагогов очень сильно недооценен. И чтобы нам не говорили с высоких трибун, что качество образования необходимо обязательно менять и делать это надо за счет смены структуры образования, за счет изменения учебных планов, за счет увеличения или изменения нагрузки на педагогов, за счет повышения требований к педагогам и к учащимся и так далее. Все это, друзья, не работает по простой причине, что безусловно на качество труда влияет оплата этого самого труда. И естественно, чем выше будет оплата труда наших педагогов, тем выше будет отбор, тем выше будет конкурс и тем выше будет качество соответственно. И сегодня я хочу вам дать небольшую сравнительную характеристику, что может себе позволить учитель России, работая учителем именно в России, например, и что может себе позволить учитель Испании, школьный учитель, работая в Испании. И также, что может позволить себе школьный учитель российский, который приехал в Испанию, кем он сможет здесь работать, на какую сумму он сможет здесь рассчитывать. В качестве отправной точки мы берем базовый оклад учителя, который работает на одну ставку. Итак, если в России средняя заработная плата учителя составляет 23 тысячи рублей, и, как говорится, хоть не хлебом единым сыт человек, а все-таки на эти деньги в день учитель в России может себе позволить купить примерно 6 булочек с котлеткой. В то же самое время испанский школьный педагог за один день на свою заработную плату может купить себе 40 булочек с котлеткой. То есть, конечно, он будет более сыт и более доволен жизнью. И здесь вы логично можете предположить, что, может быть, такая разница в заработных платах исходит еще из-за того, что разная нагрузка у учителей в России и в Испании. Но, насколько мне известно, нагрузка учителя в России в год составляет 845 часов, в то время как в Испании она составляет всего 693 часа в год. То есть, учитель в Испании на 20% работает в год меньше, чем учитель в России. Здесь надо отметить, что профсоюзы учителей Испании, есть такая очень сильная организация, которая защищает права педагогов по любому поводу. Так вот, эта организация говорит о том, что эти статистические данные неверны, потому что учитель испанский работает еще и на дому. То есть, он вынужденно, приходя домой, все равно не может оставить свою работу. И он обдумывает следующие уроки, он обдумывает какие-то в неклассные мероприятия. Он, соответственно, работает с методическими материалами. И что все эти часы тоже следует зачесть в счет именно ставки. То есть, в счет тех часов, которые в обязательном порядке отрабатывает педагог в Испании. Ну и, соответственно, тоже их оплачивать. Этот бы испанский профсоюз учителей, да в Россию бы к нам или в Украину, чтобы они действительно почувствовали, что такое, когда наш учитель приходит домой и не только приносит свои мысли о школе домой, но и приносит тетради, журналы, бесконечные конспекты и бесконечные планы уроков. Я сама выросла в учительской семье. Я очень хорошо помню, как с работы мама приносила бесконечные стопки тетрадей, а из дома без конца уносила ручки, карандаши, линейки, опять же, чистые тетрадки, потому что кто-то из учеников обязательно что-то забудет и в самый неподходящий момент чего-то будет не хватать. Поэтому все эти канцелярские товары просто уносились из дома пачками, но взамен мы имели тетрадки с двойками, тройками, ну и, конечно, пятерками. Теперь рассмотрим тему такую более серьезную, это аренда квартиры и выделим на аренду квартиры 30 процентов заработка учителя. Итак, что в Валенсии на 30 процентов от своего заработка может арендовать себе школьный учитель? Он примерно может арендовать в третьем по величине из в Испании городе Валенсия вот очень приличную квартиру и при этом он может иметь возможность пользоваться бассейном, например, или приватными зонами отдыха, принадлежащими жильцам этого дома. Это может быть четырехкомнатная квартира, то есть по-нашему четырехкомнатная, а для Испании это считается только по спальням, то есть квартира с тремя спальнями и гостиной. Как правило, это будет обязательно два санузла. И теперь мы посмотрим, что же может себе позволить учитель за 30 процентов от своей заработной платы какую квартиру в Краснодаре, допустим. Итак, учитель, работающий в Краснодаре на одну ставку, на одну треть от своей зарплаты может арендовать себе вот такую квартиру. Это единственная, кстати, квартира, которую я нашла. Стоит она вообще-то больше, чем 30 процентов от средней заработной платы, потому что стоит она 12 тысяч рублей в месяц. И общая площадь этой квартиры 22 квадратных метра, а не 100, как в Испании. И, друзья, я составила таблицу, сравнив стоимость некоторых вещей в Испании и в России и оценив в количественном отношении, сколько данных вещей может купить себе учитель в Испании или учитель в России. Но сразу хочу сказать, например, что учитель в Испании на свою заработную плату может себе позволить выпить в день 2000 чашечек кофе. А учитель в России может позволить себе в день выпить 245 чашечек кофе. Итак, возьмем предметы одежды, берем самый такой простой магазин женской одежды от Зары, заходим в него, выбираем платье и смотрим, что учитель в Заре может купить максимум 7 платьев. Учитель в Испании может купить их 90. Берем джинсы. Я взяла примерно фирмы Левис. Итак, учитель в Испании в месяц может купить себе 38 пар джинс, учитель в России трое, три пары. Следующие кроссовки Найк. Учитель в России может купить себе три пары в месяц, учитель в Испании 50 пар. Бензин. Бензин в Испании, конечно, очень дорогой. И несмотря на это, учитель в Испании может купить себе в месяц 2145 литров бензина, учитель в России 500 литров бензина. Далее я взяла отдых в отеле 4 звезды, посмотрела примерно отели города Краснодара и отели города Валенсии. Итак, на свою заработную плату ежемесячную учитель, который работает и живет в Валенсии, может позволить себе отдохнуть в 4-звездочном отеле 34 дня в месяц. То есть, в принципе, у него еще останется запасных 3-4 дня. Учитель в России на свою заработную плату может отдохнуть только максимум 6 суток в 4-звездочном отеле Краснодара. И еще один момент, это ужин в ресторане на двоих. Учитель Валенсии может позволить себе 30 ужинов, то есть каждый вечер он может позволить себе после работы на свою заработную плату ужинать в ресторане, приглашая на этот ужин своего партнера. Учитель из России может позволить себе максимум 12 таких ужинов в месяц. Что же делать школьному учителю из Украины или России? Ну, по-прежнему любить свою работу, любить детей, набираться терпения, либо, как вариант, приехать в Испанию и в Испании найти работу. Естественно, это будет неквалифицированный труд. Для того, чтобы претендовать на более-менее квалифицированную работу, вам, безусловно, надо будет сначала апостелировать свой диплом о педагогическом образовании в Министерстве образования у себя в России или в Украине. И потом, приехав в Испанию, отдать его на амалогацию, которая будет длиться примерно 2 года. После этого, с возможной доздачей каких-то предметов или какой-то курсовой разницы, в предметах и в академических часах, вы можете получить свой амалогированный диплом, который будет уже действительно на территории Испании и продолжить здесь свою педагогическую карьеру. За это время как здесь продержаться? Вы можете работать няней. Няне зарабатывают от 700 до 1000 евро в месяц. Далее, вы можете работать уборщицей на дому. Примерно 1000 евро в месяц. Вы можете ухаживать за пожилыми и престарелыми людьми. Примерно 700-750 евро в месяц. Вы можете трудиться в сфере сельского хозяйства и при этом иметь зарплату примерно 900 евро в месяц. Конечно, это те зарплаты, которые в три раза ниже, чем средняя заработная плата испанского педагога. Но поверьте мне, на эти деньги в Испании можно вполне неплохо жить. И если сравнивать свою жизнь с жизнью в России, то она будет здесь много интереснее, много здоровее, много безопаснее и лучше. Ну, на этом мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч на нашем канале. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь. Всего вам доброго.